С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук. Здравствуйте. Госслужащие Акмолинской области перечислили однодневную зарплату фонд «Хазахстан Халкына». Накануне инициативу президента поддержали бизнес-сообщество и ряд министерств. Следить за тем, на что именно пойдут собранные средства, будет Попечительский совет. В его состав вошли 14 человек. Это известные общественники и меценаты. Руководителем совета назначен Юрий Пя. Напомню, Попечительский совет – это постоянно действующий коллегиальный орган. Он определяет основные направления работы фонда, утверждает бюджет и осуществляет другие функции. Его реквизиты сейчас на ваших экранах. Сейчас об эпидситуации в стране. Цифры по-прежнему растут. За минувшие сутки зарегистрировали больше 13,5 тысяч новых случаев. Рекордсменами по числу заражений остаются столица, Алматы и Карагандинская область. Лечение получают около 68 тысяч казахстанцев. Из них в стационарах больше 6044 пациента на аппарат Тахивэл. По данным Матрицы оценки эпидситуации на 16 января в зеленой зоне не осталось ни одного региона. В желтой – три. Это Восточно-Казахстанская область, Северо-Казахстанская и Туркестанская. Ну, а все оставшиеся в красной зоне. Северо-Казахстанская область более 4,5 тысяч человек. В основном – представители силовых структур. Ведомстве отметили, что это предварительные цифры, они могут измениться. На сегодня следственные оперативные группы расследуют 546 уголовных дел, в том числе 44 по актам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 15 убийств. Водворено ИВС 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 санкций суда взяты под стражу. По оперативным данным Управления здравоохранения регионов, с момента введения чрезвычайного положения за медицинскую помощь обратились 2677 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью 1815, за стационарным лечением обратилось всего 863, выписано 598 пациентов, продолжает лечение на сегодняшний день 265, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций. Из 225 погибших, озвученных Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, 175 пациентов умерло в медицинских организациях. Служба государственной охраны Казахстана направила однодневный заработок к семьям погибших сотрудников силовых структур. Руководство и личный состав выразили соболезнования родным и близким. Не бояться выступать в качестве свидетеля, если вы стали очевидцем беспорядков, призывают казахстанцев ветераны полиции. Показания и улики помогут ускорить ход следствия. Мои коллеги поговорили с теми, кто много лет служил в органах внутренних дел. Свыше 500 уголовных дел расследуют в Казахстане по факту беспорядков. В ходе следствия цифра может стать больше, считает юрист Марат Кугамов. Помочь правоохранителям, по его мнению, могут те, кто пострадал или стал свидетелем событий. Многие жители нашей страны были очевидцами, поэтому не надо бояться, надо выступить в качестве свидетелей. Если вы что-то лично наблюдали, слышали во время этих событий, кто-то, возможно, пострадал от преступления, но не обозначен в уголовных делах как потерпевший. Предметы или документы могут быть выражены, например, в фотографиях, в киносъемке, в аудио-видеозаписи. Если речь идет об объектах предпринимательства, надо полагать, там прошли соответствующие документальные исследования, поэтому справки, возможно, акты ревизии и так далее тоже надо предоставить. Сделать это нужно для того, чтобы следствие не теряло времени на поиски улика, сосредоточилось на установлении и задержании тех, кто совершил преступление. Я думаю, следствие идет полным ходом, потому что люди работают днем и ночью. Сейчас ищут доказательную базу, ищут свидетелей, поэтому она, естественно, время займет. Поэтому огромная здесь помощь должна быть от нашего населения, от граждан Казахстана. То, что событие, произошедшее в Казахстане, организованная акция, было понятно изначально, говорят ветераны полиции. Участники массовых беспорядков были слишком хорошо подготовлены. Понятно и другое. Пока рано делать какие-либо выводы и называть имена. Следствие – процесс сложный. Особенно по событиям такого масштаба. И он может затянуться. Как специалист считаю, что у них даже был свой канал связи, потому что другие каналы, каналы МВД и КНБ, они прослушивались бы. Значит, эта акция готовилась не один день. Это она готовилась даже, может быть, не один год. Сейчас в ходе следствия будет как ком наворачиваться, потому что являться будут новые люди. Значит, будут показания. Поэтому сказать, что вот это следствие, вот двухмесячный срок уляжется, я не могу, потому что это долгая работа. Это кропотливая работа. Кроме того, в ходе этой работы, чтобы не пострадали невинные люди, здесь надо досконально, законно, в правовом поле разбираться. Поэтому здесь торопиться не надо. Зато надо поторопиться с решением других вопросов. Казахстану срочно нужна новая нормативная база координации действий силовых органов в критических ситуациях. Об этом говорят не только те, кто много лет проработал в полиции. Внимание на это обратил и президент. Глава государства дал распоряжение провести соответствующую работу. Мы, выходцы из народа, должны были полностью обеспечить безопасность этого народа. А в какой-то степени, особенно в первоначальный период, этого силовые структуры не обеспечили. Это большой минус. Это большой минус. И большие к нам должны быть претензии. Мы это не скрываем. Позволили захватить государственные учреждения, государственные структуры. Это как раз говорит о минусе служб, что неглубоко работали. Надо пересмотреть и специальные службы, и службы МВД. Сейчас не нужно тянуть нам. Мы из этого должны сделать неспешные, правильные выводы, где у нас оказались узкие места. Во время беспорядков разграбили несколько оружейных магазинов. Часть украденного удалось изъять во время досмотров, обысков и задержаний. Теперь нужно найти остальной арсенал. Сейчас очень важно провести сопоставительный анализ. Сколько оружия было официально изъято после этих событий в разных местах. И, соответственно, сколько оружия было вывезено преступниками из оружейных магазинов. Для того, чтобы вывести разницу, которая будет указывать на то, что какая-то часть оружия еще не обнаружена. Соответственно, если даже исходить из расчета одна боевая единица оружия на одно лицо, то мы можем уже сказать, какое количество преступников по-прежнему владеет этим оружием. По словам Когамова, основная масса фигурантов дел может быть известна уже в начале марта. Хорошо помогла бы при расследовании дактилоскопическая регистрация. Речь идет о создании базы отпечатков пальцев всех жителей страны. Однако ее внедрение в Казахстане отложили до 2023 года. Ирина Банфилова, Марадзи Хамбаев и Нурдаулет Жексыбаев. Хабар, 24. Потери экономики Казахстана после январских событий по разным оценкам могут составить до 2,5 миллиардов долларов. Речь идет об убытках, нанесенных погромами, а также остановкой жизнедеятельности и блокировкой интернета. Не менее серьезный ущерб может ожидать нашу страну в виде снижения рейтингов привлекательности и оттока иностранных инвестиций. Перед отвращением таких потерь и разъяснением ситуации для мирового сообщества занимаются дипломатические представительства Казахстана за рубежом. О том, что делают дипломаты, чтобы сохранить имидж страны. В эти дни о ситуации в Казахстане говорили все мировые СМИ. Один из главных уроков, с которыми наша страна раньше не сталкивалась, с места боевых событий информация, особенно в эпоху развития социальных сетей, бывает противоречивой. Сдержанность правоохранительных органов в отношении протестующих должна быть упомянута. Но мы встретились со стереотипностью и клеймением масс-медиа. Власти действовали с предельной сдержанностью, но, к сожалению, в связи с таким подходом освещения событий не точно отражалась действительность, которая разворачивалась на месте событий. Мотивированность решений властей, в том числе и необходимости ведения миротворцев ОДКБ, подробный ход событий. Все это разъяснялось казахстанскими дипломатами. Вот спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан в эфире СНН отвечает на вопросы журналиста. Была сформирована государственная комиссия, которая расследует ситуацию на основании всех имеющихся фактов. Результатами этого расследования мы без препятствий поделимся с нашими международными партнерами и мировым сообществом. Но главное мы можем сказать уже сейчас. Были террористические группы извне и изнутри, которые были хорошо подготовлены и хорошо вооружены. И они пытались захватить власть в больших городах страны. Послы Казахстана в эти дни вещали в эфирах самых разных телеканалов по всему миру. Интервью, круглые столы, посты в официальных аккаунтах, фото, видеофакты, брифинги с прессой. Работа шла и в Нур-Султане. Глава МИД страны поделился подробностями происходящего и ответил на вопросы дипломатических представительств зарубежных стран в Казахстане. Мы все были свидетелями этой трагедии и пережили самый тяжелый за 30 лет независимости кризис в нашей стране. Естественно, что вы все, так же как и мы, беспокоитесь о безопасности своих семей, своих команд и своих соотечественников в Алматы и других городах. Позвольте мне заверить вас в том, что мы приняли все меры для обеспечения безопасности иностранной дипломатической миссии. Такая реакция властей во многом позволила смягчить удар по внешнему имиджу нашей страны и избежать оттока иностранных инвестиций. По данным МИД Казахстана, из страны за эти дни турбулентности не ушел ни один инвестор. По оценкам S&P Global, кредитный рейтинг Казахстана имеет шанс сохранить свой прежний уровень, и это хорошая новость. Но последствия алматинских событий все-таки сказались на доверии к отечественным компаниям. К примеру, рейтинговое агентство MUDIS пересматривает деятельность 10 казахстанских банков. Реализовать объявленные президентом реформы, объединить силы для дальнейшего развития и восстановить имидж страны как надежного партнера. Нынешняя задача дипведомств, фугусаппарата и всего казахстанского общества. Алия Сыздыкова, Айдана Карибжанова, Мируерт Канагат, Руслан Омиржан, Хабар, 24. Казахстанская находка двухголовая дамбра вызвала жаркие споры за границей. Музыкальный инструмент был обнаружен еще в 1973 году во время раскопок на территории средневекового поселения ЖТ Асар в Казалардинской области. Но только два года назад ученым удалось идентифицировать артефакт как дамбру. Теперь к древнему музыкальному инструменту приковано внимание исследователей со всего мира. Кристина Алмаз-Хаза расскажет. Это двухголовая дамбра – один из древнейших музыкальных инструментов в мире. Находка датируется IV веком н.э. Оригинал хранится в Москве, в Государственном музее Востока. В Казаларде представлена ее копия. Известный в нашей стране археолог Азельхан Тажикеев посетил российский музей. Провел специальное исследование и вручную смог собрать из найденных фрагментов музыкальный инструмент. Именно он определил, что это двухголовая дамбра. Эта новость стала большим научным открытием. Поскольку артефакт был обнаружен в нашей области, мы решили, что в музее должна быть представлена копия дамбры. Находка заинтересовала норвежского исследователя. Статьи ученого Азельхана Тажикеева о двухголовой дамбре были переведены с казахского языка и опубликованы в европейском и израильском научных журналах. Эти статьи были опубликованы в журналах с высоким рейтингом. Казахстанская находка схожа с лирой, найденной в крупном курганном некрополе Сатонху, расположенной в английском графстве Сафолк. Однако казахстанский предмет на три века старше, чем английский. Поразительное сходство двух инструментов – настоящий прорыв. Это одно из доказательств того, что найденный на нашей земле артефакт связан с Европой. Казахстанским ученым удалось восстановить звучание музыкального инструмента. И оно схоже со звучанием дамбры. Тем не менее, исследования продолжаются. В будущем мы планируем изучить все найденные 700 деревянных предметов. Среди них есть фрагменты, схожие с корпусом современной дамбры. Возможно, что в ходе наших исследований будут открыты новые музыкальные инструменты. Знаменитая находка еще раз доказывает, что именно на Казлардинской земле когда-то зарождалась национальная традиционная музыкальная культура. Кристина Алмас, Казальхайдар Турлаханов, Казлардинская область, Хабар, 24. На этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.